Улан Меизов вот уже порядка 14 лет работает механизатором в дорожно-эксплуатационном предприятии номер один. С весны до поздней осени. Большую часть времени он проводит на работе. Именно в этот период полным ходом идет строительство и ремонт дорог. Улан Меизов принимает активное участие именно на первой стадии. Он при помощи компрессора очищает дорогу и готовит ее к прокладке нового асфальта. Однако техника, с которой он работает, периодически выходит из строя, из-за чего возникают сложности. «Мы испытываем трудности с техникой. Было бы хорошо, если ее нам обновили. Бывает, когда компрессор ломается, мы его отдаем на ремонт. В этот период у нас работа останавливается на неопределенный срок. Как вы знаете, ремонт и строительство дорог делится на несколько этапов. И для качественной прокладки дорог последовательность нужно соблюдать. От качества техники напрямую зависит и качество нашей работы. Поэтому мы остро нуждаемся в новой технике». Компрессор на объект привозят на этой грузовой машине газ. Как рассказывают сотрудники, этот автомобиль служит вот уже как 30 лет, из-за чего машина часто ломается. В теплое время года на нем перевозят компрессор, зимой на нем перевозят песок для засыпки дорог. Но неоднократно машина выходила из строя в разгар рабочего процесса. «Эта машина 1989 года. Из-за этого она часто ломается. Сколько бы ее не ремонтировали, все безуспешно. Срок эксплуатации давно истек, но у нас нет другого выхода. Нам приходится каждый раз ремонтировать. Это отнимает у нас много времени, из-за чего сроки ремонта или строительства дорог могут затянуться. Но мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить все в установленные сроки». Эта техника применяется для ямочного ремонта с 1989 года. Соответственно, срок ее эксплуатации уже давно истек. Однако из-за нехватки дорожной техники специалисты вынуждены ремонтировать старую. Это крайне негативно сказывается на качестве проводимых работ. «Сегодня у нас наблюдается острая необходимость в новой технике. И о качестве дорог здесь говорить не приходится. К примеру, вот этот пневмоколесный каток мы приобрели в 2008 году. А вот эту технику марки «Митсубиси» мы закупили в 2006 году». В госпредприятии «Кыргазавтоджол» насчитывается 1500 единиц техники, у половины из которых уже истек срок эксплуатации. В настоящее время 450 единиц техники подлежат списанию. «Устаревшая техника, конечно, это усложняет нашу работу. При строительстве автодорог возникает нехватка автосамосвалов, погрузчиков. Поэтому мы на сегодняшний день, вот в 2022 году закупили новые дорожно-строительные техники в количестве 32 единицы. Мы планируем, сейчас уже заключили договор с китайской фирмой «Шантуй» на 265 единиц дорожно-строительной техники и оборудования. И еще 453 единицы мы объявили на сегодняшний день конкурс, который ожидается вскрытия. 453 единицы. Это в основном автогрейдеры, дорожно-комбинированные машины». В этом году государство планирует закупить 669 единиц дорожной спецтехники. Такие меры направлены на улучшение дорожной инфраструктуры. «При нынешней власти, как вы видите, планируется закупить технику за счет средств государства. Это не гранты, не кредиты, а именно средства госбюджета. Это очень важно. То, что сегодня строительству и ремонту дорог уделяют особое внимание, это очень своевременно, поскольку от развития дорожной инфраструктуры зависит и экономика страны. Такие сферы экономики, как туризм и торговля, напрямую зависят от качества дорог». В настоящее время качество дорог напрямую влияет и на развитие экономики. От состояния дорог зависит то, какими темпами будет развиваться торговля, как внутренняя, так и внешняя, как будет развиваться транспортная логистика в стране. «Качественная логистика позволит привлечь дополнительные объёмы перевозок, что положительно скажется на росте доходов. Значимости строительству дорог сейчас придаётся особое значение. Во многих регионах страны процесс строительства и ремонта дорог находятся под строгим контролем. Ранее президент неоднократно ставил задачу перед руководителями соответствующих ведомств значительно повысить качество дорог». Дорожную спецтехнику в таком количестве государство впервые приобретает за счёт собственных средств. Ранее для развития дорожной инфраструктуры технику приобретали по линии грантов или кредитов. Как отметили в Кабмине при строительстве и ремонте дорог местного и государственного значения, предпочтение отдадут отечественным компаниям. В свою очередь аналитики отмечают, что закупка техники за свой счёт служит хорошим показателем экономики страны. Обновление дорожной спецтехники положительно скажется на качестве строительства и ремонта дорог. «Она позволяет лучше их строить, качественно ремонтировать, тем самым увеличивается срок службы, нагрузку, которую может воспринимать. Но, естественно, эта техника гораздо сложнее, чем раньше была. Она дороже, поэтому подход к этой технике должен быть соответствующий. Допускаться должны кадры после подготовки, сертификации. Ну, конечно, это на другом уровне. Это всё позволит содержать дорожную инфраструктуру в исправном состоянии. Она не только дорогая, но и срок эксплуатации очень значительный. Поэтому наша задача не только купить, но и правильно эксплуатировать». Как отметили в Кабмине, такая работа по обновлению парка и технического оснащения проводится по поручению президента, благодаря чему создаются благоприятные условия для реализации крупных дорожных проектов. К примеру, в этом году на ремонт и содержание дорог из госбюджета планируют выделить 4 миллиарда 500 миллионов сомов, сообщили в Минтрансе. «Из них предусмотрен устройство асфальтобетонного покрытия более 250 километров, устройство шипо более 180 километров и устройство гранинного покрытия более 80 километров. Также устройство ямочного ремонта автомобильного дорог общего пользования порядка 171 тысяч метров квадрата. С 50 километров устройство асфальтобетонного покрытия – это участки дорог международного значения, государственного значения и местного значения. В 2022 году из республиканского бюджета по титульному списку было предусмотрено 2 миллиарда 900 миллионов сомов». «Из них предусмотрено 2 миллиарда 500 миллионов сомов». Нуô, moons Equipus Асфальтобетон «Не заходи» «Из них предусмотрено 1 миллиарда этаж взлетимая тонкая профилактика great Об landing весы же без них не habtока» «Я ещеnight simpler Treasure» Замок электронный. Кроме того, для Бишкека за счет средств государственного бюджета закуплено 120 пассажирских автобусов на природном газе. Также для муниципалитета приобретены колесные тракторы, садовые машины, экскаваторы и кран-манипулятор. В зависимости от потребностей у государства есть возможности для закупки необходимой техники, уверяет в Кабмине.